Что ж, ребят, многие просили меня показать моё 5-е ТХ, и честно говоря, я решил это сделать. Кстати, всем привет, вы на канале Стивен Геймс, и я продолжаю играть в игру Clash of Clans. И что бы я хотел вообще показать 5-м ТХ? Я не создавал никакие войска, потому что не вижу как такового смысла это делать. Я уже забыл вообще, как атаковать на 5-м ТХ, и тут пытаться что-то из себя показать тоже особо смысла нет. Я могу сказать только то, что база практически полностью вся прокачена. На данный момент у меня 273 тысячи золота и 168 тысяч эликсира, что не так уж и плохо. Сейчас я посмотрю, что здесь можно прокачать. Вот, как вы видите, можно прокачать пушку. Эту пушку, к сожалению, наверное, нельзя всё-таки прокачать. Да, нужен 6-й уровень, поэтому мы пока что подождём, пока прокачается данная пушка. Зайдём в башню лучниц, и, как вы видим, можно прокачать и их. Но пока что каждая стоит 180 тысяч, поэтому не подойдёт. Вот, ищем что-нибудь ещё, и вот, мортира, 120 тысяч. Давайте потратим эти монеты, чтобы, конечно же, прокачать хоть какие-то здания. Потому что здесь я давно уже ничего не качал, а нужно, нужно со временем всё нужно будет прокачивать. 750 тысяч, 250 тысяч, ну, на 168 навряд ли что-то получится вообще прокачать, но я постараюсь. Например, прокачать какую-нибудь из золотых шахт, например, эту. Почему бы и нет? Ну, и, в общем-то, я занял всех строителей. Могу сказать только то, что в скором времени я уже буду переходить на 6-й ТХ, тут осталось совсем чуть-чуть. Если поиграть пару дней, то я думаю, что всё сумеется. Всё сумеется. Как вы видите, все войска у меня практически прокачаны. Кроме молнии, молнию можно ещё качнуть. Я это чуть позже тоже сделаю. Возможно, даже запишу стрим. Да, возможно, запишу стрим по данному аккаунту, чтобы было всё гораздо интересней. Также у меня сейчас в группе голосование идёт. Какой стрим проводить завтра? По Clash of Clans, Injustice, либо Mortal Kombat X. Поэтому, если у вас есть желание, то зайдите в группу и проголосуйте. Ссылка будет в описании. Если не будет ссылки в описании, то в описании в любом случае будет группа. Переходите в неё, и там первый пост, а это голосование. В общем, найдёте. Но я думаю, что не забуду добавить ссылку, потому что просто не забуду. Да, такие вот дела. Насчёт базы ещё могу сказать, что это самая нудная, наверное, прокачка базы. Потому что 5-я ТХ, это, наверное, самая нудная ТХ. Потому что качать здесь особо нечего. Нового ничего не появляется. Вы прокачиваете просто все старые юниты, прокачиваете все здания. И поэтому получается всё таким образом, что ты смотришь такой, блин, что мне тут делать? Что мне тут реально делать? И не понимаю этого. Что ж, могу пока что показать, что у меня здесь было. Кстати, недавно совершал атаку. И вообще закосячил, реально закосячил. Давайте покажу даже. Не умею я, наверное, атаковать на 5-м ТХ. Забыл уже. Попросту всё забыл. Вроде выпустил гигантов. Вроде выпустил бомберов. Бомберы не разбили забор. Это самое главное. То, что я смотрел на мортиру. Хотел выпустить бомберов правильно. Но, опять же, они закосячили. Ну, что поделать. Лучницы вообще должны были здесь просто тащить. Я не знаю, каким боком тут лучницы-то всех разбили. И зачем они на золото полезли раньше времени. Но они разбили мортиру. Они всё это сделали. Но, к сожалению, я не набрал те самые 50%. И набрал только 40%. Но при этом забрал 48 тысяч золота. Что для моего ТХ хоть и немного. Но хоть сколько-то. Хоть сколько-то. Поэтому вот такая вот атака была. Мне, кстати, недавно кикнули из клана. Из-за того, что я не участвовал на КВ. Тут мне вот кикнули из клана. И написали. Я не знаю, что написали. На каком-то вообще языке. Возможно, меня тут обругали матом. Из-за того, что я не нападал. Просто я не атакую в клановых войнах. Имеется в виду здесь. В этом аккаунте. Потому что, ну, забываюсь. Это первое. А второе, я этот аккаунт особо не форсю. Да. Я сюда не захожу. Здесь, в принципе, могу только деревца убрать. И то сейчас не могу. Потому что строители недоступны. Ну, и такие вот дела. Что ж. Это мой пятый ТХ. И мы переходим, давайте, к восьмому ТХ. Потому что там нас ожидает атака с топ-миксом. Погнали. Что ж. Перемечтились мы в восьмой ТХ. И что я хотел бы сказать. Я, честно говоря, реально начинаю, когда атакую с топ-миксом, забивать старые атаки. И, блин. Вы видели это недавно. На пятом ТХ я атаковал, наверное, отвратительно. Ну, что ж. Сегодня я, опять же, атакую топ-миксом. Многие жалуются на то, что я показываю только одни атаки. И не говорю о новом ТХ. Ну, точнее, не о новом ТХ, а вообще о новом обновлении. О новом ТХ смысла рассказывать нет. Новое обновление. Ну, что можно сказать. Конечно, я рад тому, что можно, конечно, добавлять уже спелы будет. Например, я хочу спел, и вы сможете мне дать спелы, если вы находитесь в моем клане. Это, конечно, очень круто. Но, блин, я не так часто прошу что-либо. Я не делаю запросы. И поэтому то, что туда добавили спелы дарковские, по-моему, только вот эти вот из фабрики темных заклинаний можно будет добавлять, и все. Это, конечно, круто. Например, я смогу кого-нибудь попросить вот это вот спешное заклинание. Кто-нибудь, возможно, мне его скинет. Это было бы, конечно, очень круто. Я бы посмотрел его раньше на него, точнее, раньше времени. А так, не вижу особого смысла. Запросы, это, конечно, круто. И я с этим согласен. Да, это круто. Но меня не впечатлило, если честно. Например, то, что расширяется база аж на целых две клетки. Да, это очень классно. Это очень классно. Мне как раз этого не хватало. Хотя нет, мне хватает. Пока что мне этого всего хватает. Поэтому, как бы говорить об обновлении, я бы был бы рад, если бы мне это было интересно. А по сути, я не являюсь как таковым клэшером в плане того, что я не делаю какие-то гайды и так далее. И поэтому я просто атакую. Да, я просто атакую, играю в игру, наслаждаюсь игрой. Все дела. Обычный игрок, как и вы все, наверное. Поэтому, что ж, погнали. Давайте атакуем просто. Вот так. Да, 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 да. Щит действует отлично. Кстати, еще мне понравилось то, что... Я не знаю, мне просто написали это все. Я не знаю, правда ли это. Может, я тут говорю всякую чушь. Но мне сказали, что где-то около вот этой вот кнопки «Далее» нельзя будет выпускать войск. Это довольно странно. Честно говоря, у меня в прошлый раз была такая ситуация, что, например, я хотел нажать на кнопку «Далее» и просто нечаянно вот в этой области тыкнул на экран и таким образом выпустил лучницу. И мне пришлось атаковать на базу, к которой я не был подготовлен. Но это единичные случаи. Хотя, возможно, это кому-то и поможет. С этим я согласен на все 100%. Поэтому тоже довольно классно. Довольно классно то, что вокруг кнопки «Далее» нельзя будет тыкать где-нибудь рядышком и нечаянно выпустить войска. Это, конечно, круто. Что ж, и что еще мне там писали? По сути, все. Вроде 11-ая ТХ, там новые здания появляются. Да и все обновления. Я вообще жду новогоднего обновления вот этого, которое будет, когда уже снежок, елочки появляться начнут. Как было это в прошлом году. Я тогда хоть картинку сменю превьюшку новую на немного другую. Я думаю, будет интересно. А так, классное обновление. Ничего сказать не могу. Добавляет много чего нового. Но то, что меня особо не затрагивает, скажем так. Поэтому я сижу себе спокойно. Дальше атакую, работаю, в общем, в плане проработки атак самих. И, в общем-то, все гуд. Все круто. Что ж, давайте посмотрим теперь какую-нибудь базу. По 200 тысяч. Главное, ну, 200 тысяч того и того. Я вообще делаю сейчас фан-атаки. Как мне писали, да, я не пытаюсь как-то выиграть на своих атаках. Я вообще не выигрываю ни золота, ни эликсира. Ну, золото и эликсир всегда выигрывают практически. А вот дарка практически никогда не выигрываю. Я просто делаю фан-атаки. Но так и учатся, так и учатся. Создают какой-то тип войск и просто нападают им. Это главное. Это главное. Что ж, давайте посмотрим дальше. Просто я, не знаю, я, может, уже пропустил какие-нибудь хорошие базы. Надеюсь, что это не так. И все впереди. Все впереди. Вот эта неплохая база. Но... Нет. Не готов. Не готов. Давайте дальше посмотрим. Подбор противников. Подбор противников. Отлично. Это очень и очень хорошо. 32 тысячи 42. Тоже не пойдет. Ну, блин. Где хорошие базы? Все время их нет. Я, блин, жду того момента. Лучше бы разработчики сделали так, что ты выбирал. Сколько тебе надо там? Ну, 200 тысяч давайте. Базу с 200 тысячами. Отлично было бы. Клавишу такую жмешь и все. Я понимаю, что есть X-Mod. И тогда все будет отлично. Но скачать X-Mod. Устанавливать его тоже не особо хотелось. Было бы классно, конечно. Если бы такая фича появилась. Так. Какая мне база нужна? Ну, например, где есть 200 тысяч эликсира и 200 тысяч золота? Окей, жмем на эту клавишу и нам выбираются все базы, которых есть 200 тысяч. Того и того. Было бы круто. Но, я не знаю. Сделали бы это еще за гемы? Я думаю, мало бы все равно, кто этим пользовался. Но если вдруг очень срочно понадобились эликсир и золото, то за гемы можно было бы выбрать там базу. С каким количеством эликсира и золота вы хотите? Я думаю, было бы прикольно. Не знаю, кто бы такой функцией пользовался, но я бы посмотрел на это. Что ж, ладно. Ищем дальше. 45 тысяч, 79 тысяч. 125 и 72 тысячи. Окей, хорошо. Идем дальше. Например, я бы такую функцию использовал, например, когда записываю какой-то ролик, чтобы вот сейчас не искать по 5-10 минут одну базу. Вот одну единственную базу, на которую я хочу напасть, а просто взять, найти ее. Там 200 тысяч, там 200 тысяч. И база неплохая. И разнести ее смогу. Все было бы круто. Просто супер. Но нет, такого же не бывает. Такого же не бывает. Окей. Ладно. Что ж, я, наверное, с этим смирюсь когда-нибудь. 60 тысяч. 60 тысяч. Того и того. Блин, я не знаю, честно, куда все эликсируют золото. А вот, неплохая база, кстати. Смотрите, и Тесла не прокачены. Блин, круто. И пушки не прокачены. Плюс еще тут 1238. Ох, все, я на нее нападаю, ребят. Ну, наконец-таки, наконец-таки что-то интересное. Так. Выстрелили мортиры. Давай, давай, давай. Бах, готов. Все, забор, по-моему, разбили. Отлично. Здесь мы немножко магов поупускаем. Точнее, колдунов. Ну, либо магов, не важно. Так, давайте, разносите ТХ. Блин, ТХ разносите. Блин, там колдуны появились. Это, конечно, не очень круто. Но что поделось. Так, вот так вот выпустим. Давайте в центр идите. В центр идите. Отлично. Все хорошо. Давайте тут захилим. Отлично. Колдуны пока что есть. Это хорошо. Так, здесь разбили. Все. Короля я по-быстрому ускоряю. И он движется в центр. Отлично. Вот здесь вот все замечательно. Так, выпускаем хил. Блин. Как выпустить этих колдунов, чтобы они в центр побежали, а не тусовались где-нибудь по бокам. Так, вот здесь вот можно ускорить. Так, вот здесь вот можно ускорить. Можно ускорить, чтобы все забрали по-быстрому. Отлично. Все, все резцы забраны. Самое интересное то, что я забрал вовремя... Что я забрал вовремя? Дарк. Я, как и планировал, Дарк забрать полностью весь. Я то и сделал. Так, вот здесь давайте выпустим двух. И вот тут вот лучниц разбросаем. Я не знаю, сфокусируются ли они на пушку эту. Надеюсь, что да. Да, отлично сфокусировались. Блин. Нет, бомбы. Ну что ж такое. Нарвался на ловушку. Но зато забрал все золото. Отлично. Я думаю, что неплохо получилось. Пока что, как вы видите, башня лучниц сфокусирована на моих лучницах. Это неплохо. Главное, чтобы не трогало колдунов. Блин, тронули колдунов. Ну что ж такое. Нет, 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 нет. Один колдун остался в живых. Все. Ну, хотя, знаете, бонус неплохой. 1238 Дарка, 186 тысяч золота и 119 тысяч эликсира. Я вам скажу, это неплохо. Потому что... Блин, я восстановил весь Дарк. Это круто. Все, отлично. Атака, можно сказать, шикарная получилась. Два голема стоит сколько? 900 Дарка. Я вытащил с базы 1238 Дарка. Что говорит о том... Да, что я восстановил весь Дарк и даже немножко прибавил. Отлично. Это круто. 2 миллиона 534 тысячи у меня на данный момент. И поэтому я улучшаю что? Естественно, Теслу. 7 дней будет улучшаться. Ну, мы подождем. Король у меня пока что спит. И, кстати, сейчас буду, наверное, опять же копить на короля, чтобы прокачать его до 8 уровня. Я решил делать так, что буду прокачивать пока что короля. А потом уже, когда короля полностью до 10 уровня доведут, то я прокачаю, наверное, хогов. Потому что хогами я пока что не хочу атаковать. Поэтому будем, наверное, делать таким образом. Да. Я так думаю и сделаю. Что ж. Ну, а на этом все тогда. Да. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok